Если бы все люди занимались тем, что они делают по-настоящему хорошо. Вот некоторые и идут куда-то не туда. Результат предсказуем. Что за странный шум на улице? А, промышленный альпинист моет окно. И похоже ему очень страшно. Мама, я боюсь высоты! Снимите меня отсюда! Только не смотреть вниз, только не смотреть вниз. Так страшно мыть окно на первом этаже. Просто дух захватывает. Этому парню лучше подыскать другую работу. Поближе к земле. К выбору профессии стоит подходить обдуманно и ветеринару. Вот и первый посетитель. Хорошенький песик, сейчас посмотрим, что с тобой приключилось. Пши! И еще разок. Это не простуда. Это аллергия на шерсть животных. И медицинская помощь больше нужна девушке-ветеринару. Следующий пациент – аквариумная рыбка. Тут, наверное, войдется без приступов насморка. Но осмотр снова срывается из-за аллергии. Пши! Ветеринар выглядит как носитель опасного вируса. Неудивительно, что посетители пытаются поскорее сбежать из кабинета. Может, стоит задуматься о смене рода деятельности. О, вот еще парень пришел с хамелеоном. Интересно, на этих ящериц убывает аллергия? Сейчас узнаем. Эм, да. Ой, что у вас с лицом? До чего же коварная аллергия? Никогда не знаю, что она устроит в следующий раз. Кожа ужасно чешется. Хамелеоны здесь явно не помогут. Куда хуже, когда дело касается профессии врача. Мэган обращается к доктору с травмой руки. Сейчас посмотрим. Так больно? Давайте снимем повязку. О, да там кровь! Впрочем, врачи чего только не видят каждый день. Пустяки, правда. Но не для этого доктора. О нет, меня тошнит. Непереносимость вида крови – серьезный повод не давать клятвам. Клятву Гиппократа. Вот и все лечение. О, кто это у нас тут такой красавчик? Новый спасатель на пляже. Ммм, какой он классный, правда? Мэган и Сью под впечатлением. А вот и работа для нашего героя. Помогите! Тону! Супермен спешит на помощь. Но его пыл гаснет, как только он подбегает к воде. Бррр, она просто ледяная. Вряд ли этот парень имеет разряд по плаванию. О нет, это море слишком холодное для такого горячего парня, как я. Нет, ты это видела? Спасатель Малибу! Работа с документами требует особой отдачи, особенно когда ты начальник. Вот это, пожалуйста, подпишите, очень срочно нужно. Да-да, конечно. Похоже, внутри этой леди-босс погибает талантливый художник. Вместо обычного розчерка ручки – целый арт-объект. Интересно, а до красок дело дойдет? И сколько времени занимает в подпись документов при этом творческом подходе? Вот тут еще пару штрихов для завершенности образа. Дело производству не терпит медлительности. Стопка бумаг растет, как на дрожжах. Но вдохновение – процесс тонкий, не нужно мешать. Интересно, оценит ли бизнес-партнер художественные замысел автора? Повар – тоже профессия творческая. Обычное яблоко – возможность приготовить столько вкусных блюд. Не сегодня шеф. Вот заказ из зала. О нет, снова стейк. Я не могу резать этот кусок животного. Повар – веган. Да, так бывает. Но в таком случае и место работы надо искать соответствующее. В вегетарианском ресторане, например. Чтобы не лить слезы над куском говядины. С болью в сердце повар отправляет в духовку. Веганский акцент в виде листьев зеленого салата. Оплакивая мясо, повар выносит заказ гостям. Интересно, что у нее с лицом? Прямо драма какая-то. Впрочем, стейк как будто впитал в себя всю соль из слез. Невозможно есть. Это точно готовил профессионал? Как здорово, когда друзья умеют устроить сюрприз в день рождения. Гигантская коробка. Интересно, что же там такое? Ничто, а кто? Девушка-танцовщица с клаустрофобией. Бедняжка. Ей очень страшно в замкнутом пространстве. Ну, наконец-то. Свобода. А я танцевать кто будет? Куда там, девушка тут же пользуется возможностью убежать подальше от страшной коробки. Бедный Майкл. Сюрпризом его явно прокатили. Работать няней – это призвание. Какие милые детки, привет. Мама оставляет малышей на попечение бэбиситера. Последнее наставление. Теперь на сцену выходит няня. Она изо всех сил старается улыбаться маленьким непоседам. Но правду не скроешь. Видно, девушка не очень любит детей. Поэтому малышам приходится развлекаться самостоятельно. Пока няня сидит, уткнувшись в телефон. Как же они мне раздражают, сколько шума. Терпение на исходе. Но вот малышка приносит только что нарисованный портрет няни. Похоже, она растрогана. Нет, это только кажется. Как мило. А теперь иди, иди. Что за уродину она нарисовала? Ярко выраженная непереносимость детей. Увы, и такое бывает. А как насчет работы мастером эпиляции? Уверенность в себе 50% успеха. Сейчас еще разок посмотрю, как там это делается. Мэган хочет продепилировать руки. Мастер берет восковые полоски и снова подглядывает в экран ноутбука. Шляп! Все бы ничего, если бы мастер не перепутал руки. Мэган в легком шоке. И не только она. Ааа, катастрофа! Помогите мне снять полоску, самому страшно. Кто кому делает эпиляцию, непонятно. Мамочки, как больно! Татуировка – это серьезное решение. Главное – найти хорошего мастера. Наконец-то Сью определилась с эскизом. Можно приступать. Только вот у мастера отчаянно дрожат руки. Кошмар. Машинка таки прыгает. Сью уже жалеет о решении сделать тату. Ну все, готово. Точно как на картинке. Что это за ужас? А удалить можно? Или мне до конца жизни ходить с этим расплывчатым уродцем? У мастера руки явно не из того места. Как ты представляешь себе инструктора по йоге? Наверное, гибкий, но тренированный человек. Конечно, как иначе. Но бывает и по-другому. Вот эта девушка-инструктор, похоже, сама не способна выполнить упражнение. Ау, как больно. Хорошо, что ученицу не видят. Улыбаться, обязательно улыбаться. Подопечным тренера все удается гораздо проще. Девушки начинают что-то подозревать. А вы точно инструктор по йоге? Опасный момент. Разоблачение близко. Ой, упало. Бывает. И это тренер по мастерству баланса? Поищите себе других учениц. Зазор в раковине? Надо вызвать сантехника. Иногда эту профессию осваивают и девушки. Ничего такого. Поручите засор профессионалу. Сейчас все исправлю. Сначала надо засучить рукава. Посмотрим, что тут у нас. Какой свинарник. Фу, меня сейчас тошнит. А там под раковиной такой запах. Ах, вообще невыносимо. Придется собрать все силы. И отбросить брезгливость. Но, увы, сила воли слишком быстро покидает девушку-сантехника. Сью остается с проблемой тет-а-тет. Стоять на фейс-контроле в клубе – дело непростое. А ладно, проходите. Главный аксессуар охранника – непроницаемое лицо. Все-таки надо принять грозный вид. Еще одна попытка вторжения на вечеринку. Ой, посмотрите, что это там. Секьюрити отвлекается, и Меган проскальзывает внутрь. Вот это фейс-контроль. Точнее, никакого контроля. Да и ладно. Так, главное не спать, не спать. Эй, ты чего тут в проходе встал? Дай пройти. Кажется, на эту закрытую вечеринку может попасть кто угодно. Отрываемся! Понравилось наше видео о работе не по призванию? А тебе приходилось сталкиваться с непрофессионалами своего дела? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк. Подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные скетчи о профессиях на нашем канале.